Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня главным героем будет Рэй Далио, потому что недавно он выпустил статью под названием «Изменяющаяся ценность денег». В этой статье он говорит о том, как доллар, евро и иена приближаются к завершающей стадии долгового цикла. Ребята, устраивайтесь поудобнее и не забудьте поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 2000 лайков под этим видео, это нужно для алгоритма. Кстати, если вы не хотите пропускать новые видео, подпишитесь на телеграм-канал, который я создал специально для того, чтобы вы всегда получали уведомления о моих новинках. Ссылка на него будет в описании. Финальная стадия долгового цикла. Что это значит? То, что в ближайшем будущем доллар может потенциально сильно обесцениться. Что ж, в таком случае лучше собраться в магазин и купить как можно больше гречки и туалетной бумаги, потому что никто не знает, что еще может произойти в этом году. Шучу. Одной из причин, почему Рэй считает, что мы на пороге долгосрочного долгового цикла, является то, что в данный момент долги человечества достигли исторических пиков. А наши процентные ставки при этом наоборот, исторических минимумов. Так что быть держателем доллара сейчас довольно рискованно. Ведь уже на данный момент существуют огромнейшие долги, он продолжает накапливаться, а доллар становится неприбыльным. Особенно сейчас, в период пандемии, когда ФРС США печатает все больше и больше денег, буквально создавая их из воздуха. В долгосрочной перспективе для доллара это однозначно не самый хороший знак. Рэй говорит о том, что если это будет продолжаться, то в будущем может произойти огромная девальвация или даже потеря долларом роли резервной валюты. Если это произойдет, то по его словам это станет самым экономически разрушающим событием за всю историю человечества. Я хочу особенно подчеркнуть, что это уже происходит. Долгосрочные долговые циклы случаются каждые 50-75 лет, и с течением времени это возобновляется снова и снова. Как же мы восстановимся от взрыва этого огромного текущего долгового кризиса? Вот на чем стоит сфокусироваться. Политики. А именно правительство и ФРС имеют 4 способа для облегчения этого долгового кризиса. Или же для возврата всех нас из последней стадии раздувания долгового пузыря к первой. Итак, первый способ это ужесточение, то есть по факту уменьшение трат. Второе это долговой дефолт и реструктуризация. Третье, передача денег от тех, у кого их больше, к тем, у кого их меньше. И четвертое, печатать деньги, таким образом девальвируя их. Что подразумевает под собой каждый из этих способов? Ужесточение обычно не происходит длительный период времени, так как люди привыкли жить на определенном уровне, и сокращение расходов многим дается очень тяжело. Долговой дефолт и реструктуризация также представляют собой довольно болезненные дефляционные процессы, которые тоже не длятся длительное время. Все из-за людей, владеющих долговыми активами. Например, банк, давший кому-то кредит, владеет долговым активом, а человек, получивший этот кредит, владеет долгом. Это болезненно для обеих сторон, так как человек с долгом фактически перестает владеть своими активами, а банк, в свою очередь, владеет долговым активом, который теперь стоит меньше. Очень неприятный цикл. Итак, первый и второй способы не продлятся долга, они не подходят. Третий вариант предполагает повышение налогов для богатых, что является более терпимым выходом, чем первые два варианта. Как правило, именно это и случается в период долгового кризиса, и это фактически уменьшает долговую яму. Печать денег и их девальвация – это обычно предпочитаемый и проверенный путь для борьбы с долговым кризисом. Все потому, что в таком случае очень сложно определить пострадавшую сторону. Когда ваше правительство печатает деньги, а вы покупаете все эти долговые активы, ценность всех остальных валют и активов, которые к ним относятся, растет, пока ваша валюта падает в цене. Необходимо обратить особое внимание на то, что большинство людей не придают значения валютному риску. Обычно все беспокоятся о цене дома, который находится в их собственности, или о цене акций, которыми они владеют. Никто не думает о том, сколько покупательные способности теряют их деньги. Если об этом задуматься хотя бы на минуту, то становится даже страшно. Валютные риски на самом деле значительны, особенно в отношении доллара США, который, возможно, перестанет быть резервной валютой в будущем. Стоит отметить, что в 18 веке было 750 различных валют, а сейчас их осталось только 20% от этой цифры. Рэй говорит, что на этой стадии долгового цикла печатание денег больше не работает, потому что долг такой огромный, и люди уже не могут трансформировать его в ценности, например, в товары или услуги. В этом случае печать денег – это очень плохая затея. Когда это случается, есть очень большая вероятность начала разрушения монетарной системы. Также необходимо знать, что есть два типа девальвации – систематически полезная и систематически деструктивная. Первый тип девальвации все равно вредит людям, несмотря на то, что называется полезная, потому что печать большого количества денег приводит к снижению их стоимости. В то же время люди, которые владеют долговыми активами, также получают меньше денег от тех, кто им возвращает эти долги, так как деньги сами по себе уже стоят меньше. Второй тип девальвации – деструктивная. Данный тип необходим для уничтожения валюты и существующего долга с последующим замещением всего этого новой монетарной политикой. Итак, девальвация валюты и потеря позиции резервной валюты – это не одно и то же, но эти два события вызываются одной причиной – долговым кризисом. Чтобы валюта потеряла статус резервной, ей нужно пройти через цепочку крупных долговых девальваций. Давайте подытожим, что же происходит, когда центральный банк печатает деньги. Это девальвирует и обесценивает существующие в системе деньги. Доллар может купить все меньше и меньше по мере того, как банк продолжает печатать деньги. Но они все равно делают это для того, чтобы выкупить долг и уменьшить невероятную долговую яму, которую имеет правительство. Но мы сейчас на том этапе, когда долг настолько огромен, а правительство просто продолжает печатать деньги, а процентные ставки уже достигли исторических минимумов. Нам необходимо обратить внимание на то, какую именно монетарную политику будет внедрять государство в течение пары лет, чтобы преодолеть этот кризис. Возможно, это будет цифровой доллар. Все это реально беспокоит, ведь если кризис не будет преодолен соответствующим образом, может начаться еще одна депрессия, близкая к той, которая была 80-100 лет назад. А может быть, даже и хуже. Об этом и говорил Рэй Далио в своей новой статье. Я постарался максимально упростить его слова. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин